Ушел из жизни главный комиссар в истории Лиги. Новый год в НБА начался с неприятного известия. 1 января умер бывший комиссар Лиги Дэвид Стерн. 12 декабря 2019 года он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг, а через три недели скончался. Для Лиги Стерн, без преувеличения, является легендарной личностью. Именно благодаря выдающейся работе Дэвида НБА превратилась из непривлекательного проекта в успешнейшую организацию. Стерн, четвертый комиссар НБА. Он работал в этой должности дольше всех предшественников, 30 лет, 1984-2014. В эпоху Стерна произошли знаковые изменения, без которых сейчас невозможно представить Лигу. При Стерне в НБА появилась лотерея драфта, был введен дресс-код для игроков. Он вел борьбу с наркоманией среди баскетболистов, активно продвигал Лигу на новые рынки. Эпоха Стерна – синоним бурного развития. За это время было построено 28 новых арен, 10 с 1999 года, пять команд НБА – Клиперс, Кингс, Гризлис, Хорнец и Суперсоникс, Тандер – переехали на более привлекательные рынки, в Лиге появилось семь новых команд – Хорнец, Тимберволвс, Хит, Мэджик, Гризлис, Репторс и Бобкэтс. В 1978 году Стерн занял пост генерального советника при комиссаре Ларе Абраене. Это был кризисный период для НБА. Лига стремительно теряла популярность. С 1979 по 1981 годы финалы НБА транслировались в записи на канале CBS с задержкой в несколько часов. Лиги Инфэль, американский футбол, и МЛБ, бейсбол, заметно превосходили своих баскетбольных коллег по всем статьям. НБА понесла огромнейший имиджевый ущерб после того, как-то Лос-Ангелис Тимес в августе 1980 года опубликовал статью, в которой говорилось, что от 40 до 75% игроков НБА употребляют кокаин. В сезоне 1980-81 16 из 23 команд НБА были убыточными. Стерн, назначенный на должность исполнительного вице-президента в ноябре 1980 года, начал вести переговоры о политике тестирования на наркотики, что сделала НБА первой крупной спортивной лигой в Северной Америке, которая применила нечто подобное на практике. Как только он стал комиссаром в 1984 году, НБА попытался помочь франшизам малого рынка, установив для всех клубов потолок зарплат в размере доллар 3,6 миллиона в сезоне 1984-85, с учетом инфляции около 9 миллионов долларов в сегодняшних долларах. Сейчас эта цифра равна доллар 109,14 миллиона даже если учесть инфляцию. Зарплата баскетболистов выросла более чем в 10 раз. И этот рост не прекращается. Абрайен назначил Стерна ответственным за маркетинг, телевидение и связи с общественностью в дополнение к бизнесу и юридическим вопросам. В этом плане произошла настоящая революция. Нынешний комиссар НБА Адам Сильвер называет Стерны одним из основателей современного спортивного маркетинга. Стерна часто критиковали за властные манеры и желание держать ситуацию в ежовых рукавицах. Но именно эти качества присущи руководителям высшего уровня. Стерн вывел НБА из самого мрачного периода в истории и привел к заоблачному уровню процветания и популярности, как в США, так и за рубежом. Изначально Стерн решил сосредоточиться на главных звездах НБА, Мэджики Джонсоне, Ларри Берди, Майкле Джордане и Чарльзе Баркле, которые стали послами лиги по всему миру. Дэвид понимал, что именно они делают баскетбол популярным во всех уголках планеты. Основная задача заключалась в правильном использовании их образа. Капитализация лиги в эпоху Стерна выросла многократно. В 1985 году Джерри Рейнсдорф купил Chicago Bulls за доллар 16 миллионов. В 2014 году, в год ухода Стерна с поста комиссара, Стив Балмер приобрел Лос-Анджелес Клиперс за доллар 2 миллиарда ценность франшиз росла. Соответственно росли и зарплаты игроков. НБА открыла офисы в 15 городах за пределами Соединенных Штатов и подписала соглашение о телевизионных трансляциях в более чем 200 странах, которые вещают на более чем 40 языках. Эффект глобализации очевиден. В Лиге уже проходит шестой сезон подряд, когда в ростерах клубов числятся не менее 100 иностранных игроков. В эпоху Стерна матча предсезонки и регулярного чемпионата стали проводиться за пределами США. Мексика, Япония, Великобритания, Франция, Китай – основные зарубежные направления работы в НБА. Я наблюдал за работой Стерна в течение 22 лет, он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Дэвид обладал удивительными талантами, как и любая легенда НБА. В его случае это были организованность, внимание к деталям и усердная работа. За время его работы НБА добилась существенного прогресса. К его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности, которые позволили миллиардам людей стать частью игры. «Благодаря Дэвиду НБА стала по-настоящему глобальным брендом, что делает Стерна не только одним из величайших спортивных функционеров в истории, но и одним из самых влиятельных бизнесменов поколения», высказался о своем предшественнике нынешний комиссар НБА Адам Сильвер. У всех этих легенд прошлой и современной эпохи есть теплые слова в адрес Стерна. Именно работа Дэвида на посту комиссара создала условия, при которых звезды имеют возможность извлекать огромнейшую коммерческую выгоду из своего образа. Продолжение следует...